Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к чтению первого соборного послания апостола Петра для библейского портала экзегет.ру. Итак, апостол Петр пишет. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир доумножится». Такое, по всей видимости, вполне традиционное приветствие. Что здесь сразу стоит отметить? Во-первых, конечно, апостол начинает с некоторого утверждения того, что он апостол, то есть посланник, посланник Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным. Это слово «пришелец», мы довольно часто можем встретить его в законах Ветхого Завета, когда говорится, как необходимо относиться к пришельцу. И, в принципе, по всей видимости, вот этими словами пришельцем, рассеянным, там диаспора предполагается, было одним из традиционных названий иудейской диаспоры, то есть людям, которые находятся не дома. Потому что слово «пришелец» как раз означало человека, который находится на чужбине. И вот пришельцем, то есть тем, кто находится на чужбине, рассеянным, то есть иудеям, находящимся в диаспоре. Но в том-то и дело, что апостол Петр, по всей видимости, несколько отходит от такого традиционного и узкого понимания этих выражений, потому что для него пришельцы, там стоит греческое слово, означающее «постояльцев», которые живут в гостинице, то есть временно пребывающих. Уже явно здесь подразумеваются не только иудеи, явно подразумеваются все верующие во Христа, которые ощущают, что они живут в этом мире и в то же время живут как будто бы на чужбине, потому что у них другое отечество. Это уже не просто Палестина или иудеи, а это отечество небесное. Итак, всем этим пришельцам, рассеянным в разных местах, он называет их избранными по предведению Бога Отца, то есть тех, кто был избран по предведению Божию. Здесь важно отметить, что вот это предведение Божие не означает, что Христос выбирает кого-то, кто лучше и отвергает тех, кто хуже. Здесь всегда в этих выражениях подразумевается, что человек откликается на призыв Божий и тем самым, через свое это согласие, он оказывается как раз в числе тех самых избранных людей, о которых Бог знает, что он их избирает. Итак, значит, по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. При освящении от Духа. Вот это как раз то самое соработничество, когда одни отвечают на призыв, и Бог освящает этих людей Духом Святым. Мы много раз в книге «Деяния апостольских» можем встретить этот мотив о том, что люди, которые отвечают на апостольский призыв своим согласием, они получают освящение Духом и к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Речь идет, конечно, о послушании Богу, потому что для Христа, для самого Христа, это ключевая категория послушания Отцу. Он постоянно об этом говорит. И верхом, вершиной этого послушания оказывается крест и гефсиманское моление, в котором он говорит «Не моя воля, а твоя да будет». Вот здесь как раз получается, что эти самые пришельцы и рассеянные, они избраны по предведению Бога Отца, освящены Духом. Для чего? При освящении Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. И, конечно, имеется в виду, что подлинное наше послушание возможно только благодаря тому, что Христос нас искупил. Вот это послушание и окроплению кровью Иисуса Христа. То есть наше исцеление, наше искупление, которое Господь совершает своей крестной жертвой, именно оно усыновляет нас. Мы во Христе усыновляемся Богу Отцу, и именно во Христе мы оказываемся способны быть действительно Ему послушными. Не просто оказывать некоторое внешнее послушание, потому что речь, конечно, идет не об этом, а оказывать послушание глубинное, когда мы во Христе и через Христа узнаем то, ради чего мы сотворены, узнаем замысел Божий о нас, он нам открывается, и мы оказываемся послушны Богу. Так далее он пишет. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас в воскресение Моисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Надо сказать, что эти предложения, они довольно длинные, и даже мы явно видим, что и первое предложение, и второе предложение разбиты на два, вот второе предложение на три стиха, они могут показаться сложными для понимания, но если мы начинаем в них вчитываться, то эта сложность оказывается только такой внешней. И так, конечно же, апостол во вступлении, кроме того, что он обращается к людям, он обязательно славит Бога. Это вполне традиционно для любого иудея начинать какое-то обращение, или, по крайней мере, в начале, может быть, не самыми первыми словами, но благословлять Бога. Собственно, все иудейские молитвы традиционные, они начинаются с того, что Бог благословен. Итак, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И здесь тоже довольно существенно, что хотя по рождению и по воспитанию апостол Петр является иудеем, он не просто благословляет Господа, как это происходит в еврейских молитвах, а он называет Бога Отцом Господа нашего Иисуса Христа. То есть это явно уже некоторое переосмысленное благословение, переосмысленная хвала, потому что здесь Бог называется не просто Богом, но Отцом Господа нашего Иисуса Христа. То есть явное указание на то, что Отец не существует просто как сам по себе, как некоторый Бог без Сына, но Отец — это всегда Отец Сына, и Сын всегда Сын Отца. И они вместе с Духом существуют вечно, как Отец, Сын и Святой Дух, как Троица. Итак, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Почему же апостол благословляет Бога? Потому что Бог по великой милости возродил нас, людей, воскресением Иисуса Христа из мертвых. Вот действительно существенно, что апостол, несмотря на то, что в первом предложении он говорит говорит о крови Иисуса Христа, искупительной крови, прямо говорит, и окроплению кровью, здесь все-таки он подчеркивает важность воскресения, уже во втором предложении, важность воскресения. Почему это так? Потому что в некоторых христианских традициях присутствует явный акцент на страдания Христовы и меньший акцент на его воскресение. И вот все-таки страдания Христовы ценны не сами по себе, несмотря на бесконечную их ценность, они ценны как часть жизни Христовой, как часть его искупительного подвига, который завершается и имеет свое исполнение, некоторую полноту, именно в воскресении Христа. Поэтому благословен Бог, который по великой милости возродил нас воскресением, не только крестной смертью, но и воскресением. Почему? Потому что Он, видите, как возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, то есть Сам Христос, чтобы возродить нас, Он должен был воскреснуть, чтобы дать нам возможность воскреснуть, к упованию живому, то есть к живой надежде. Это тоже, конечно, очень существенно, вот в этом третьем стихе, что Бог возрождает нас воскресением Иисуса Христа к живой надежде, к упованию живому. И, конечно же, мы должны смотреть на свою жизнь и задумываться над тем, действительно ли мы живем этим упованием, и действительно ли оно живо, это наше упование. Потому что очень часто христианин оказывается похож на такого обреченного, что ли, человека, которому просто открылось, что вот мир таков, Бог таков, таковы правила, и он просто выполняет их, чтобы не попасть в ад, или, может быть, с какой-то чуть-чуть более высокой целью попасть в рай. Но все-таки здесь речь идет о живой надежде, о том, что вот эта надежда на спасение, надежда на наше единство с Богом, на наше единство во Христе, это не просто, не просто некоторое принятие условий, которые, ну вот так сложилось, что они есть, и мы вынуждены в них жить. Нет, здесь нечто гораздо более глубокое. Значит, к чему же еще мы воскресли? К упованию живому, к наследству нетленному, это как раз вот Царство Небесное, чистому, потому что ничто нечистое в Царство Божие не входит, неувидаемому, очень красивый образ, который говорит о том, что Царство Небесное как бы цветет, да, вот как живое нечто. Опять вот все время здесь акцент на жизнь. «Хранящемуся на небесах для вас». Это указание, опять же, да, на небеса, но здесь важно, важно уточнить, что когда апостол Петр говорит «Хранящемуся на небесах для вас», он не имеет в виду, что христиане должны жить ожиданием вот просто нового неба, все-таки и новой земли, как мы знаем. То есть речь не идет о том, что мы должны превратиться в каких-то таких людей, потом, да, в последние времена, людей, которые живут где-то на небе, в духовном некотором только состоянии. Все-таки мы знаем, и апостол сам об этом пишет, да, мы знаем, что мы верим в воскресение мертвых и в жизнь будущего века, в новом небе и новой земле. А почему же тогда апостол говорит, что это хранится на небесах? И почему вообще такое отношение к небесам, как будто бы там живет Бог? Хотя, конечно, мы знаем, что Бог вездесущий, и Он не ограничен только небесами, Он везде присутствует, и в Псалтире, и в Новом Ветхом Завете довольно много об этом говорится. Речь идет вот о чем. На самом деле мы видим некоторые разделения на земное, профанное, небесное, сакральное. Земное, человеческое, небесное, божественное. И поэтому, говоря на человеческом языке, объясняя людям человеческими категориями, что такое Царство Небесное, и Христос, и вот теперь апостол, подчеркивают небесность этого Царства в том смысле, что оно носит, что оно приходит от того, кто вознесен от этой земной греховной жизни, кто выше нее, кто духовен. Но речь, конечно, не идет о том, что это Царство, которое избегает земли. Так, далее. Силою, значит, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению. И вот здесь, да, подчеркивает апостол, что христиане соблюдаются ко спасению, соблюдаются Богом. То есть они не просто сами живут, они соблюдаются Богом через веру. То есть они верят, а Бог соблюдает их, хранит их, оберегает их. Что, конечно, очень важно для того, чтобы не чувствовать себя одиноким в этой жизни, одиноким и брошенным Богом. Значит, силою Божию через веру и соблюдаемых ко спасению готовому открыться в последнее время. И вот это спасение, оно ожидаемо. То есть Господь оберегает, соблюдает своих верных для спасения, которое вот-вот откроется. Мы видим здесь такое указание на первохристианский эсхатологизм. То есть первохристианское ощущение, что Бог очень скоро откроет второе, совершит второе пришествие, Христос придет, и откроется новая жизнь, новое небо и новая земля. И далее апостол пишет, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веруя в вашу спасение душ». Значит, о том, что Бог через воскресение Иисуса Христа по великой своей милости возродил нас вот к тому самому царству, которое готово открыться в последнее время, мы должны радоваться. Апостол так и говорит. Третье предложение начинает с намека на второе. Он говорит, об этом радуйтесь. Но тут же добавляет, поскорбев теперь немного, если нужно. Вот я хотел бы обратить внимание на это выражение «если нужно», потому что традиционно мы обращаем внимание на необходимость несения скорбей в христианской жизни. И очевидно, что люди, которые оказываются верны Богу здесь и сейчас, в мире, в котором царит грех, в мире, который возле лежит, очевидно, что иногда людям таким приходится страдать. Христос неслучайно заканчивает Нагорную проповедь, говоря, что христиан будут гнать и всячески злословить за его имя. Поэтому, конечно же, христиане живут, ожидая или перенося скорби с пониманием того, почему это происходит. Это не что-то случайное, что вдруг почему-то входит в нашу жизнь. Однако апостол не пишет просто ища скорбей, например, или претерпевая скорби. Он говорит, поскорбев теперь немного, если нужно. Во-первых, немного. Речь, конечно, не идет о том, что христианин готов немножко скорбеть, а дальше должен сдаваться. Речь идет скорее о том, что он сопоставляет здешние скорби с радостью небесной и поэтому говорит, поскорбев теперь немного, потому что дальше вас будет ожидать небесное царство. Но почему еще он добавляет здесь, если нужно? Потому что все же христиане не бегают с креста, как это говорится, но на крест не просятся. Христиане не ищут специально скорбей. Когда-то в первые века христианства появилась такая точка зрения, что христиане должны искать мученичество. Как мы знаем, гонения в Римской империи редко происходили по всей ее территории. Обычно происходили то в одном месте, то в другом месте. И христиане из одного города могли договориться и пойти в другой город для того, чтобы принять мученические венцы. В итоге такой подход, такая точка зрения оказалась церковью осуждена и отвергнута. Христиане должны были быть верны Христу и должны были быть готовы умереть для Него, если это нужно, за Него, если это нужно. Но христиане не должны были специально и нарочито искать проблем или искать этих самых страданий. И вот уже здесь, в первом послании апостола Петра говорится, «Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Почему же нужны скорби? Потому что скорби как раз проявляют нашу настойчивость, нашу верность. Они указывают, показывают, верны мы на самом деле или нет. Об этом очень подробно мы уже говорили, когда комментировали послание апостола Иакова. Он тоже именно с этого начинает. Что скорби необходимы не просто так, они необходимы для того, чтобы проявить верность. Человек, который принимает сторону Бога в этом мире, который принимает его правила, который принимает его взгляд на мир, он естественным образом иногда, а в некоторые эпохи, и не иногда, а практически все время, оказывается вынужден идти против течения, идти в противоток. Естественно, что это всегда трудно, это всегда создает какие-то неудобства в жизни, но мы становимся христианами не для удобства, становимся христианами не для того, чтобы нам здесь просто комфортно пожить. Итак, поскорбев от различных искушений, дабы ваша вера оказалась драгоценнее, драгоценнее золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть, когда Иисус Христос явится, чтобы вы были прославлены, и чтобы Христос вас похвалил и воздал вам честь. Значит, в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную, достигая, наконец, веруя ваше спасение душ. Интересно, что дважды апостол Петр подчеркивает верность христиан, несмотря на то, что они не видели, не видят Христа, не видели и не видят. То есть, это уже такое поколение учеников, которые не видели Христа, они не присутствовали во время его земной жизни в Палестине или в Иудее, но они отзываются на призыв, они доверяют апостолам, которые говорят, что Христос, что Иисус из Назарета — это Мессия, или Христос по-гречески. И апостол как раз очень радуется о том и удивляется даже, да, что он дважды повторяет это, что вы, не видев Его, любите, и доселе не видев, веруете, веруете в Него и радуйтесь радостью неизреченную и преславную. То есть, конечно же, здесь сразу вспоминается уверение апостола Фомы, которому Христос говорит, что «ты увидел, потому что поверил, блаженные не видевшие, но веровавшие». Вот это блаженство не видевших, но верующих подчеркивается как раз тем, что это чистый акт доверия апостолам. Одно дело, когда перед тобой умножались хлеба или тот, кого ты мог потрогать, да, кто был с тобой таким же человеком, как и ты внешне, может идти по воде, например, или даже воскресает или возносится, может после страшной смерти на кресте показать тебе твои раны. И совсем другое дело, когда ты доверяешь другим, которые тебе об этом рассказывают, и отдаешься в его волю, доверяешь ему как Господу и Спасителю. Вот этот акт чистой веры, которая ничем может быть не доказана, не обоснована никакими внешними эффектами, он для апостола удивителен, и он радуется этому. Далее, к сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Мы видим здесь, что апостол говорит о пророках, которые указывали на пришествие Христова, и тоже здесь довольно интересно, что он употребляет такие слова, как изыскание и исследование. Для нас сегодня пророк — это тот, кто вещает прямо как будто непосредственно, вот ему через него говорит Бог, и все, что говорит пророк, это прямо непосредственно Слово Божие. И здесь тогда с удивлением мы можем увидеть эти два слова, что к этому спасению, то есть к тому, что совершил Христос, относились изыскания и исследования пророков. Можем спросить, какие изыскания и исследования, если пророки — это те, кто вот прямо буквально, как медиумы, говорят все слова, которые им передает Бог. На самом деле это такое искаженное представление о пророках, потому что были целые пророческие школы в Израиле того времени. То есть пророк — это тот, кто возвещает волю Божию. Но эту волю Божию, она открывается ему не только непосредственно, как пророку, через некоторое вдохновение. Он эту волю Божию может увидеть в Священном Писании, он может на ней акцентировать внимание, может размышлять о ней и говорить не только от духовного некоторого знания, но и исследуя Писание. Поэтому апостол говорит, что пророки проводили изыскания и исследования, задумываясь над тем, о каком времени говорится в Писаниях и на какое время указывает Дух Христов, когда предвозвещает страдания и последующую за Ним славу. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с Небес, во что желают переникнуть и ангелы». Да, действительно, пророки, по всей видимости, понимали, что пришествие Мессии будет не в их время, будет несколько позже, и они служили этому грядущему явлению, явлению, которое проповедано апостолами, которые благовествовали Духом Святым, который, в свою очередь, послан с Небес. И апостол подчеркивает, что вот в эту тайну спасения, о которой проповедовали сначала пророки, а потом апостолы, желают приникнуть и ангелы, то есть желают понять, понять, да, проникнуть, точнее здесь, во что желают проникнуть и ангелы, то есть желают понять тайну нашего спасения. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуясь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Здесь апостол явно переходит уже к нравственным наставлениям, потому что для пророков, которых он только до этого упоминает, нравственные наставления оказывались ключевыми, именно пророки подчеркивали, что нельзя сводить завет с Богом и исполнение заповеди к ритуалам, необходимо именно нравственное совершенствование, и поэтому апостол, упомянув пророков, как раз переходит тоже к такому назиданию. «Припоясав чресло ума вашего». Ну, «припоясав чресло» — это такое традиционное выражение, которое говорит «собравшись с мыслями», научившись держать их в узде, потому что «припоясав чресло» — это «подпоясавшись». И даже есть такое русское выражение «он распоясался». Распоясался, то есть снял с себя то, что тебя сдерживает, держит тебя в форме. Так вот, «припоясав чресло ума», дальше он говорит «бодрствуя». То есть это синоним, такой параллелизм, потому что, конечно, когда ты собираешься с силами, собираешься с мыслями, речь идет именно о том, что ты стремишься все осознать, все проконтролировать. Речь идет о состоянии бодрствования, не сна, не расслабленности. «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Совершенно уповайте на благодать. Речь, конечно же, не идет о том, что христиане не должны совершать добрых дел. Мы дальше будем об этом говорить. И апостол дальше подробно еще будет об этом говорить. Но упование, то есть надежда, происходит не на свои собственные силы. Вот интересно, что в этом тоже есть некоторая такая полемика с фарисейским богословием, потому что фарисеи-то как раз стремились к спасению практически собственными силами. Они говорили, что они соблюдают закон и надеялись соблюсти его как можно более полно. Здесь апостол говорит совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. То есть Иисус Христос, Его явление представляет собой благодать Божию, которая подается для спасения. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». То есть вы когда-то жили одной жизнью, это была жизнь греховная, теперь живите жизнью другой, жизнью, которая призывает вас святой. Видите, он здесь, если вы откроете текст, и вы увидите, что святой с большой буквы. То есть речь идет о самом Боге. «И сами будьте святы во всех поступках». Вот это действительно сразу такая двусоставная христианская жизнь, потому что с одной стороны он подчеркивает и настаивает на совершенной надежде на Христа, через которого преподается спасение, но тут же говорит, «Раз вы уповаете на это, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении, но по примеру святого, и сами будьте святы во всех поступках». И далее. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Это призыв из книги «Левит», из 19 главы. Собственно, практически с этого призыва начинается. И это призыв, который был обращен к ветхозаветному Израилю, и апостол Петр повторяет его к новозаветному Израилю, к новозаветной общине, к церкви. «Итак, будьте святы, потому что я свят». Слово «святой», кадош, по-еврейски означает «отделенный для Бога», или «отделенный от мира греха», потому что Бог сам, естественно, тоже называется святым. С богословской точки зрения, святость — это некоторое совершенство и полнота реализации своей природы. Есть природа, есть ее свойства, и святой — это тот, кто существует в полноте. Святой, святым по-настоящему, в подлинном смысле слова, может именоваться только Бог, только Бог свят. И именно в силу того, что он существует совершенно, и потому что он иной природы, он отделен от мира, который сотворил. Так вот, как же тогда? Бог призывает людей быть святыми, если они остаются при этом людьми. Святыми они в первую очередь должны быть в собственной жизни, в собственных поступках. Бог здесь как бы святостью употребляется в несколько ином смысле, потому что, конечно, как люди и тварные существа, мы не можем быть в той же степени отделены от мира. Но, по крайней мере, духовно в наших поступках, в нашей жизни, в наших делах и намерениях, мы можем удаляться от жизни греховной, чтобы быть от нее действительно отделенными и жить жизнью чистой и нравственной. «И если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствия вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Итак, апостол Петр говорит, если вы дерзаете Отцом называть того, кто дальше нелицеприятно будет судить людей по их делам, нелицеприятно, то есть невзирая на лица, потому что там уже не будет никаких связей, на которые люди привыкли рассчитывать, не будет никаких специальных попыток, возможностей договориться, будет откровение нашего состояния, того состояния, в которое мы себя привели. И если мы сродны Богу, то мы услышим добрый ответ от Него. И если мы сделали себя чуждыми по отношению к Нему, то мы сами своим выбором предрешили тот ответ, который можем услышать. Итак, называя Отцом вот этого нелицеприятного судью, проводите время странствия вашего со страхом. Конечно, здесь речь идет не о страхе, как просто боязни, речь идет о страхе, который испытывает, например, ребенок, любящий и находящийся в хороших, добрых отношениях с родителем. Страх нарушить вот эту связь. «Проводите время странствия вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». То есть вот эта суетная жизнь, жизнь временная, она предана людям от отцов. «Но вы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». То есть здесь, конечно же, когда апостол говорит о предназначенном, о том, что Христос предназначен прежде создания мира, он подчеркивает не только тайну искупления нашего, он в первую очередь подчеркивает тайну Божьей любви. Бог изначально прежде создания мира знал, что человеческая свобода изберет именно этот путь, пойдет по такому греховному пути. И знал, и совершенно был согласен, не случайно здесь сказано, предназначенного агнца еще прежде создания мира. То есть был согласен на искупительную и исцеляющую оживляющую жертву, которую приносит Христос. И она была предназначена прежде создания мира, но явилась в последние времена. Он говорит, «Для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу». Но вот эта слава, она дана Христу для того, чтобы мы имели веру и упование на Бога. То есть Христос совершает вот этот свой спасительный путь для того, чтобы привести нас к Отцу. Эта идея потом со всей полнотой будет выражена апостолом Павлом в послании к Коринфянам. Далее апостол Петр заканчивает первую главу. Он говорит так, «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Значит, синтаксис здесь не очень простой в синодальном переводе, но в принципе вот что имеет в виду апостол. Христиане, которые избрали Бога своим Отцом, которые осознали все величие жертвы Христовой, должны через послушание истине, которое совершается в Духе, послушание, да, очищать души для чего? К нелицемерному братолюбию. Вот очень интересно, что мы можем читать о самых возвышенных вещах в Новом Завете, о вещах очень духовных и может показаться не вполне относящихся к практической жизни. И в то же время новозаветные авторы все время возвращают нас на землю, все время возвращают нас в нашу жизнь, разворачивают все эти утверждения в практическую плоскость, потому что все это очищение души, которое дается послушанием истине через Духа, оно необходимо для нелицемерного братолюбия. И он даже подчеркивает, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Здесь, конечно же, можем вспомнить 50-й псалом «Сердце чистое, создай во мне Божие», когда Давид просит нового, обновленного, чистого сердца, которое христиане получали в таинстве крещения, конечно же. «Так вот, любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, возрожденные Словом Божиим, живым, пребывающим вовек». И, собственно, самое окончание этой первой главы апостол объясняет, почему же необходимо жить вот этой новой жизнью, верить Богу, стремиться к этому братолюбию. Он говорит, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое проповедано вам». И так, говорит он, если вы выбрали жизнь будущего века, если вы не удовлетворены вот этим веком, веком временным, веком, в котором царит разрушение, веком, в котором царит неустройство, если вы выбрали Бога живого, то вы должны видеть, что всякая плоть, как трава. Ну, то есть наше человеческое тело, как трава. Только трава существовать может, скажем, один год, два года, три года. Но мы видим, что наступает зима, и та трава, которая была зеленой, тут же становится желтой, пожукшей, и в итоге выглядит, как мертвая. Так вот, апостол говорит, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засыхают цветы, опадают и исчезают». Но Слово Господне пребывает вовек. Именно поэтому, если вы избираете вечную жизнь, говорит он, вы должны жить вот этой новой жизнью. Слово Господне пребывает вовек, и это и есть то слово, которое вам проповедано. То есть заканчивает он тем, с чего начал, с проповеди Христа, с того, что через Христа нам оказывается открыта вечная блаженная жизнь. Продолжение следует...